В 5 часов утра мы услышали треск, такой, как петарды взрываются. Я выглянула в окно, пожара еще не было, ну, самого огня не было. Я увидела сосед вот напротив, бежал к нам сюда во двор, он с окна уже уйдет. Когда я обратила внимание на гараж, увидела дым. Разбудила мужа, он выскочил, здесь дверь была, он ее открыл. Ну, тогда уже все вспыхнуло и начало гореть. Ну, вообще воспламенилось. Пока пожарки приехали, тут уже не было чего. Все сгорело? Да. Вы подозреваете поджог? Это поджог, потому что 27-го или 24-го, 24-го, нам стреляли по окнам с этой стороны дома. Это дом родительский. Мы с этой стороны застеклили, а с той стороны так и осталось там, ну, вот. Стреляли туда в окно. А чем стреляли? Стреляли из ружья. Ну, мы только с этой стороны был большой ветер. С этой застеклили, а там окно разбитое, как и было. Там видно, что мы как куда стреляли. С чем-то это связано? Да, это связано с моими долговыми обязательствами. В 2014-м году мы меняли доллары, деньги были не только мои, и чужие деньги. Меняла их ***, она объявлена в международный, ну, как бы ее объявили в розыск. Ну, с этого момента никто, меня ни разу, по крайней мере, не вызывали в милицию. Раз вызвали на допрос, больше никто не вызывал. Женщины нет, долги висят на мне. С этого момента начали, сразу полили тот дом, два раза бросали бутылку зажигательной смесью. Когда? Это было в 2016-м году. Вызывали ему полицию, ничего. Потом бросали камни, били окна. В этом доме били, и в том доме били. В один день, ночью, написали заявление в милицию, никакой реакции. В прокуратуру написали, все равно никакой реакции. Когда вот стреляли последний раз, это случилось 24-го числа, вот первый раз за все это время. Вот я разговаривала первый раз с нашим участковым, он мне сообщил фамилию следователя. За это время к нам никто не приезжал, никто никого не вызывал. То есть я указывала фамилии, кого я подозреваю больше всего. Но реакции никакой вообще не было. Это благо, что начали так тушить его, что вот начал у родителей дом гореть. То есть если бы это все вспыхнуло, то ничего бы не осталось. У пострадавших нет? Нет, у пострадавших нет, кроме собаки. Собака была в гараже, она обгорела, ну как шерсть обгорела. Просто ее сразу дверь открыли, оно все вспыхнуло, мы ее найти не могли. А что в гараже находилось? В гараже находились ритуальные принадлежности, венки, корзины, там полный гараж всего было. То есть там только венковый корзин тысяч на десять, вазы пластиковые для торговли цветами живыми. То есть там много было таких ценных вещей и нужных. А общая сумма ущерб уже известна? Ну я написала только за ритуальные эти десять тысяч гривен, ну сразу за те вазы и за все остальное никто просто не вспоминал. Понятно, то есть заявление в полицию написано, тоже очередное заявление от вас? Да, от заявления очередное написано. Ну писать, я как, ну я не могу писать заявление, дом не на мне, это дом родителей, писала моя мать заявление. В тот день, когда стреляли, писала дочь моя заявление, писали сестры мои заявления, то есть заявлений у нас миллион. А когда стреляли, кто-то находился в доме? Да, ребенок был весь в стеклах, лежал у вас в дробях, в стеклах. Я была в доме, это было в пять минут первого ночи, то есть все были в доме. В доме были все. Продолжение следует...